Денис Абасов Ирина Сидоркова 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 разного уровня, разных классов, то есть как есть и быстрые, так есть и медленные. Я все-таки больше фанат именно на кузовных машинах, более закрученных трасс по типу Грозного, это вообще моя любимая трасса Нижнего Новгорода. Но Москва Рейсвей тоже классная, мне кажется, что, например, она идеально подходит для тех, кто только начинает свои шаги в сторону профессионального автоспорта. Просто для любителей, которых на своих машинах хотят приехать покататься, это лучше, чем делать это в городе, потому что трасса широкая, она скоростная, то есть там можно и нажать, и затормозить, и проехать и быстро, и медленно, в общем, как угодно. Поэтому в целом мне нравится, и у меня всегда там хорошо получается, всегда я нахожу общий язык с машинами на этой трассе, поэтому в целом я бы поставила лайк на скорой своей. В этом сезоне с тобой плотно в качестве тренера работает Виктор Шайтар. Насколько тебе с ним комфортно, насколько такая понятная обратная связь, и как он тебе помогает и до гонки, и во время заезда? Это как бы мой первый опыт работы именно с Виктором, и на самом деле я очень рада, что в этом сезоне я работаю именно с ним, потому что я, наверное, не очень приятный собеседник во время заезда. Я иногда сама не знаю, чего мне надо. Ну, то есть тут я хочу, чтобы мне сказали, здесь я не хочу, тут мне надо было сказать, тут надо было, тут много, тут мало. Ну, в общем, я не могу определиться, какую информацию конкретно я хочу получать. Поэтому зачастую я просто говорю инженеру, что вот там, говори мне это, 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 и вот у нас как бы есть шаблон, все. Но с Витей у нас как-то изначально в Смоленске получилось так, что он в нужный момент находит нужные слова или не находит эти слова. То есть он всегда знает, что нужно точно сказать, всегда как будто, не знаю, чувствует, что именно нужно сейчас мне, что я хочу услышать. Ну, например, на Москоресовой в борьбе с Феханским он молчал вообще, как рыба в воде. И это то, что было нужно именно мне. То есть другой бы там что-нибудь орал, типа, ааа, давай, убери его, не знаю. Поэтому мне очень нравится с ним работать, и на самом деле я бы еще очень хотела попробовать на совместную работу именно в формальных чемпионатах. Перейдем непосредственно к гоночным событиям четвертого этапа и, собственно, с суперпродакшн. Начнем. Первая гонка, она довольно такая насыщенная для тебя, в первую очередь, получилась. Много было борьбы, много обгонов, защиты позиций. В частности, красивая борьба была между тобой и Леней Панфиловым вплоть до последнего поворота. И вот далее отстреливает колесо у Лени, вы на разных траекториях, и в итоге ты выезжаешь к лечатому флагу. Первый, вот этот момент можешь как-то прокомментировать? Видел ли ты его? Посмотри, у Иры что-то под нищим, какие-то поражения. Ух ты, как здесь жестко. Леонид действует двумя колесами на траве Иры, но ее таки вниз, туда же теряет машину. Леонид, проходит колеса. Или даже нет, там сломана подъездка. Отваливается колесо. Отваливается колесо у Леонида Панфилова, возможно, после более раннего контакта. Правда, была очень интересная борьба. Мы там были втроем. И что, Самвел с нами за компанию катался? Вот. И на самом деле все было максимально корректно. Что я всегда отмечаю в борьбе с ребятами из Лады Спорт, это то, что всегда с ними красивая и, самое главное, корректная борьба. Когда я вышла вперед, и вот мы уже подъезжали к вороту, где все случилось с Леней, я его не видела, потому что он был как бы чуть назад и чуть вправо. То есть достаточно на широкой траектории. Я была внутри. Я поняла, что происходит что-то, уже когда увидела дым у себя в зеркалах. И я поняла, что Леня не сзади, не справа, а он где-то вот у меня здесь ошивается. Мне пришлось чуть-чуть отойти, чтобы убедиться в том, что не будет контакта, хотя как бы тут в этой дымке, пыльке вообще ничего понятного не было. Я видела потом повтор и видела, насколько близко Леня был в какой-то момент к моей машине, когда у него уже произошел отрыв колеса. И я на самом деле даже удивилась, каким образом он сумел никого не задеть. Ну, то есть действительно вот на повторе это выглядит, как будто там он в миллиметре проезжает от меня. Это круто и, конечно, очень жаль, что так с ним получилось, потому что мое мнение, что если бы не этот инцидент, то, наверное, это был бы самый яркий последний круг в истории РСКГ. Действительно было очень красиво. GT4. В этом году в классе GT4 оказалось 16 пилотов. Это довольно много, согласись. Как ты считаешь, может ли GT4 в будущем стать по-настоящему флагманом российского кольца? Я думаю, что да, потому что я первый год наблюдаю за этим классом, так как в прошлом сезоне я не выступала, я не знаю, что там происходило. Но в этом году меня прям действительно приятно удивило количество машин в этом классе, потому что класс достаточно быстрый, дорогой, он красивый, бесспорно. И, конечно, здорово, что люди приходят, люди садятся в эти машины, и там не просто садятся, дабы покататься, да, а при этом хотят как-то прогрессировать, улучшать свои результаты, постоянно тренируются, да, что мы видели в межсезонье. Это круто, это здорово, это значит, что действительно растет очень сильный чемпионат, который вполне заслуженно может стать самым крутым в РСКГ. Но я считаю, что было бы здорово, если бы был бы немного другой формат, более GT-шный. То есть, например, гонка минимум час и обязательно два пилота в машине. То есть это может быть там, как, не знаю, любитель, рентодрайвер, просто человек, которому нравится кататься, так и профессионал. И обязательно смена. Мне кажется, что в таком случае мы бы точно не знали до последнего, кто победит, так как все пилоты выступают по-разному. Ну и просто это было бы очень интересно. Такой действительно грамотный подход было бы зрелищно. Я надеюсь, что руководители серии услышат нас и, может быть, в следующем сезоне мы какие-то коррекции по регламенту увидим. Там еще был один инцидент интересный, догоночный, скажем так. Вадим Мещеряков выигрывает квалификацию и получает пенализацию в пять позиций за то, что колесо выкатилось за пределы бокса, туда на петлей. Причем оно не покатилось как-то там и сбило кого-то, а просто выкатилось там на несколько сантиметров. И пилот получает бан в пять позиций. Как ты считаешь, насколько справедливо вообще это? Не слишком сурово? Я не буду судить КСК и судей, но лично мое мнение, что, во-первых, пять позиций – это достаточно суровое наказание, потому что даже за какие-то контакты, выносы и так далее дают 30 секунд-3 позиции. То есть пять позиций. Я не знаю, что Гонкин надо сделать. Он же не убил никого. За что? А вообще, в целом, если говорить про такие наказания, конечно, спорт – это дисциплины, в которой должен быть порядок. И должны быть правила, и этим правилам нужно соответствовать. То есть если там, не знаю, в регламенте прописано, что колесо не должно выкатываться, ты чихнула, оно у тебя выкатилось, все. Должен быть за это штраф, должно быть наказание, но оно не должно касаться спортивных результатов, потому что человек абсолютно честный, на абсолютно честной машине, на абсолютно такой же резине, все было сделано по регламенту, его не сняли. КСК его не дисквалифицировали касательно технической части, касательно его части. Он абсолютно честно выигрывает квалификацию, абсолютно честно ставит это время и получает пять позиций за то, что сделала его команда. В таких случаях должна выдерживаться дисциплина и должны быть наказания именно для команды в виде денежных штрафов. Но никак, я считаю, что не пять позиций, 30 секунд для пилота, потому что он точно ничего не сделал. Мне кажется, он в это время в кафе сидел, чай пил. Ему дали пять позиций. За что? Многовато все-таки. Вернемся к твоему классу, классу супер продакшн и, в частности, к твоей борьбе с Ваней Чубаровым, Леоней Панфиловым. Чаще всего они рядом с тобой оказываются на всех автодромах, которые были до этого. Как ты оцениваешь вообще их гоночные навыки? Кто, на твой взгляд, быстрее из них? И с кем тебе тяжелее? Ну, у нас, да, какая-то своя такая тусовка. Лада Спорт и я, веселая семья. Но, на самом деле, здесь сложно сказать, кто сильный более, кто более быстрый, потому что и Ваня, и и Леоня, они хорошо вкатаны, хорошо подготовлены, они оба хитрые, оба быстрые. И здесь, на самом деле, тяжело сказать, потому что где-то Леоня чуть быстрее, где-то Ваня чуть быстрее. Они, в принципе, борются наравне. И, наверное, как бы меньше всего хотелось бы, мой страшный сон, это бороться с ними двумя одновременно. Вот этого я точно не хочу встретить в этом сезоне. В классе С-1600, там все, ну, скажем так, более-менее понятно. Вроде как, на первый взгляд, становится. Рустам Фатхуддинов лидирует и доминирует вообще в кубке. Ты с ним ездила не один сезон. Твоя оценка, увидим ли мы еще борьбу за титул в С-1600, на оставшихся двух этапах? Я с Рустамом действительно проехала два сезона в 17-18 году в юниорах. И он уже тогда был очень быстрым. Он умел обгонять, он умел вести гонки, умел подбирать тактику. И, например, когда я ехала первая, он ехал второй, и я знала, что он быстрее по тем-то причинам. Я понимала, что он еще 100% где-нибудь будет меня атаковать. И зачастую было сложно как-то спрогнозировать его атаки, потому что он ко всему подходил с головой. То есть нет, байды просто по лесу, все. Нет, такого не было. И я думаю, что доминирование в классе С-1600 в этом году обосновывается тем, что у него очень большой опыт на этих машинах. На машинах класса национальные С-1600. Он столько времени провел за рулем. Он ездил и в ралли-кроссе на переднем приводе, насколько я знаю, и в юниорах, и в С-1600. Поэтому его результат, он абсолютно справедливый. Он просто быстрее всех, просто опытнее всех. Вот он находится на том месте, на котором должен находиться. Туринг-лайт. Перейдем к этому классу. Здесь без скандала не обошлось. К сожалению, после второй гонки всех троих, кто приехал на подиум, результаты этих пилотов были аннулированы. Николай Карамышев, Андрей Масленников и Петя Плотников. Есть ли у тебя какая-либо информация, что там произошло и за что такое наказание? Я слышала, что произошел такой момент, но я не знаю за что именно. То есть там был мотор, коробка, колеса. Я без понятия, я как бы не вникала. Я думаю, что здесь на самом деле навряд ли просто так было вынесено это наказание. То есть, видимо, действительно что-то нашли. Хотя сложно судить, сложно сказать, когда ты абсолютно не разбираешься в происходящем. Я не знаю, как устроены эти турбовые полы новые. Я не читала, не вникала. Вообще, в целом, в этот класс я не особо вникала. Я не особо смотрела гонки. Поэтому, наверное, раз такое произошло, значит, были какие-то предпосылки. Ну, будем надеяться, что к этапу под Санкт-Петербургом у нас уже появится информация относительно этой истории. Мы обязательно вам ее расскажем. Идем далее. Спорт-прототип. Здесь тоже веселье было и карусель. Тоже в последнем повороте. Намоленное место такое. И в суперпродакшене у Панфилова. И далее инцидент с участием двух пилотов. Шата Абхазава и Артем Викторов. Артем Викторов поворачивает, видит клетчатый флаг. Все у него хорошо. Вот осталось 100 метров, и ты выигрываешь гонку. И тут его разворачивает Шата. У нас есть записи этого инцидента. Сейчас мы с тобой его посмотрим. Артем Викторов, ему всего лишь одно торможение до победы в классе шорткатов и в кубке G-Drive. Пускай он... Ой-ой-ой, едва не было контакта здесь у него с Шатой Абхазавой. Дай контакт! И теряет победу. Теряет победу здесь Артем Викторов из-за действия Шата Абхазавы, который непонятно зачем полез здесь в атаку. И он лишает победы Артема Викторова. Потрясающе. Как ты можешь прокомментировать, что там не так сделал Шата? Как это вообще возможно? Ну, действительно, какая-то аномальная зона была в этот раз в последнем повороте, что там постоянно происходило. Ну, здесь, я думаю, что просто глупое стечение обстоятельств, причем действительно очень глупо. Я такого вообще нигде не видела. Ну, то есть, Шата был в базе, когда был внутри поворота абсолютно, как бы, не знаю, обычный маневр, ничего в нем такого нет. И здесь проблемы-то случились на выходе. То есть, то ли, насколько я знаю, гонка прототипов была с утра, возможно, не знаю, там, было влажно, может, он где-то задел что-то, не знаю, бочку, пореврик. Может быть, он просто слишком рано открыл газ, то есть, увидел финишный флаг и... А, быстрее! Может быть, не знаю, слишком резко, да что угодно могло произойти. Там просто видно, что его заднюю ось занесло. А гонщик на желтом шуткате просто оказался не в то время и не в том месте. То есть, будь бы он сзади, будь бы он справа, ну, Шата бы спокойно развернулся, все бы проехали. А он оказался именно слева. И поэтому, как бы, по стечению обстоятельств его развернули. Это, конечно, было не специально. Понятное дело, что он его развернул. Понятное дело, что он виноват. Но, мне кажется, он сам не знал, что когда он туда приедет, там кто-то будет. Поэтому, ну, забавно. Ну, хотя, наверное, человеку из шутката было не очень забавно. Ну, вот, я бы тоже психанула. Это нормально. Кстати, у нас есть комментарии обоих участников этого инцидента. Давайте послушаем их мнение. У меня инцидента с Шатой, я бы сказал, не было. А у Шаты был инцидент с поребриком, который, на мой взгляд, такой опытный и легендарный пилот мог бы предвидеть. Я не знал, что это последний круг, честно говоря. Очень интенсивная была борьба. Поэтому позднее торможение удалось обогнать автомобиль. Но в самом повороте, из-за специфики, опять же, настройки, в общем-то, недостатка, к сожалению, тренировок. Машину развернуло, там, вот и все. Движемся далее. На этом этапе мы вновь увидели один из самых экзотичных таких классов. Это СМП Хисторик Кап. Классические машины, такие красивые, в гоночной подготовке. Как ты относишься к этому классу? Насколько он на законных основаниях принимает участие в Российском кольце? Нужен ли? Класс красивый, машины интересные. Но, не знаю, если бы я была владельцем этой машины, мне было бы жалко участвовать на ней в гонках. Потому что, насколько я знаю, был какой-то контакт. Да, там была история с москвичом. Сейчас вот мы ее покажем. Ну, прям больно. Мне кажется, там все так за голову схватились. Ну, вот я просто не представляю, как это потом реставрировать. Мне кажется, куда менее обидно разбить Mercedes GT4, чем этот москвич. Итак, поехали старты. Передем 8 кругов сражений. И изначально очень неплохой был рывок здесь у Донса. Но Тараканов, тем не менее, на своей семерке захватывает лидирующую позицию. Ну, а следом за ними здесь, на самом деле, Козлов он был. Но с другой стороны решетки, судя по всему, как здесь не было ошибок с занятием стартовых мест. Или просто, может быть, у нас не было последней версии стартовой решетки. Донсар взвернул удар. В него врезается Королев. Очень сильный удар. Разбита вся передняя часть москвича Донса. Вот так вот. Одни из самых быстрых машин в пелотоне. Самый быстрый москвич. Одна из лучших. Ихлад сходит уже во втором повороте этой трассы. Класс красивый. Он привлекает внимание. Мне нравится стиль ретро. То есть он такой какой-то необычный, что ли. Пару-тройку лет назад зимой имела опыт ездить на... По-моему, семерка это была, если я не ошибаюсь. Она была, да, красиво сделана, расклеенная вся, синего цвета. И вот я помню зимой, когда в межсезонье ничего не было, я каталась в Питере по льду, чтобы учиться просто чувствовать заднеприводную машину. Руль без гидроусилителя, необычная коробка. Внутри ничего нет не потому, что это спортивный автомобиль, просто потому, что там ничего нет. Ну, то есть так, колоритненько и необычненько. Ну, прикольно. Адреналинная такая история, да? Адреналиновая. Ну, да. Дух захватывающий, вот так бы я бы сказала. Далее к еще, наверное, более духозахватывающему классу мы перейдем. Туринг. В туринге в этом сезоне очень плотная борьба, на самом деле, за титул. И квалификация на МРВ это лишний раз доказала. 10 пилотов в одной секунде. Очень плотное время. С чем это связано? Ну, во-первых, класс туринг сейчас стал менее, скажем так, массовым в плане участников, потому что до появления GT4 он считался самым премиальным. Ауди, там, Hyundai и так далее. Сейчас появилась GT, и многие пилоты, особенно те, которые занимались как бы этим не для профессионального спорта, а для души, перешли, конечно, на Мерседес и Порше. Да, я прекрасно понимаю их. Вот, поэтому в туринге остались именно те пилоты, которые выступали там за какие-то команды, то есть Лукойл, Роснефть, просто профессионалы, просто те, кто хочет, там, не знаю, дальше, возможно, пересаживаться в мировой туринг и так далее. То есть больше осталось именно спортсменов, именно профессиональных спортсменов. Ну, собственно, поэтому и такие результаты, плюс все вкатываются, ну, то есть чемпионат существует уже много лет, и понятное дело, что там даже новички, которые приходили три года назад, сейчас куда опытнее. Кстати, насчет новичков и опытных пилотов в классе туринг, в этом сезоне довольно много молодежи появилось, ну, точнее, она так, сохранилась. Это и Слуцкий, это Егор Оруджев пришел, Егор Фокин, Солдатов, и тем не менее, по итогам четырех этапов в тройке, в тотале мы видим двух таких зубров туринга и, в принципе, российского автоспорта. Это Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин. Молодежь никак не может их достать. С чем это связано? Ну, во-первых, Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин каждую трассу российской серии кольцевых гонок могут проехать с закрытыми глазами и, мне кажется, по географической карте назвать координаты каждой точки. Там, каждой кочки, не знаю, каждого поребрика, ну, они, ну, сколько можно. Люди, считайте, не знаю, может, полжизни уже провели на этих дорогах, конечно, сложно соревноваться с человеком, который имеет так много опыта на этих автодромах. Понятное дело, что все остальные тоже потихоньку вкатываются и будут улучшать результаты, но на это нужно время. Что касается, например, Егор Фокин, в 2017 году ездил вместе со мной в юниорах. В то время, когда Егора Руджи в это время выступал, насколько я помню, в мировой серии ВЭК на ЛМП. Мы чувствуем разницу, да? То есть все-таки, да, Егор новичок в классе туринга относительно, насколько я знаю, это второй его сезон, но он не новичок в автоспорте. Он изначально, во-первых, он постарше все-таки, да, там, чем тот же Егор Фокин. Во-вторых, у него большой опыт. Это и формульные гонки, это знаменитая серия Рено 3,5, это ЛМП, он участвовал в 24-х часах Лимана. Ну, то есть это опытный человек. И, конечно, человеку с таким количеством опыта легче привыкнуть, пускай даже к новой машине, чем человеку, который только начинает свой путь в автоспорте. Вот все. Кстати, вот насчет прогнозов и таких раскладов остается у нас по большому счету, ну, 4 гонки в каждом классе, да, 2 этапа. Ну, за исключением GT4, там побольше. Дай попробую пофантазировать мнение Ирины Сидорковой относительно окончательного расположения пилотов по итогам сезона 2022. С-1600. Ну, Рустам вообще, я думаю, 100%. Во-первых, я за него болею, во-вторых, я уверена. Ну, там, наверное, да, уже особые борьбы. Хотя посмотрим. Туринг Лайд. Ну, Карамышев или Масленик. Кто из них? Давай на Суэфа. Ну, давай на счет 3. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, этот раз Карамышев. Карамышев, все-таки, да, хорошо. Ну, будет интересно понаблюдать за этой борьбой, на самом деле. Супер Продакшн. Твой класс? Ирина Сидоркова. Скромно так. А, нет, ну, если серьезно, мне кажется, наш класс сейчас самый непредсказуемый. Хотя Туринг Лайд, наверное, тоже, но это не важно. Я думаю, что победителя мы узнаем уже на финальной гонке в Грозном. И думаю, что за ближайшие два этапа все перевернется с ног на голову. Ну, запомни мнение Ирины Сидорковой и будем внимательно следить за остальными. Ирина Сидоркова топит за Ирину Сидоркову. Да, Ирина Сидоркова топит за Ирину Сидоркову. Скромно и со вкусом. Туринг. А я думаю, Егор Розов. Все-таки Орозов, удерживайся. Я думаю, да. Хорошо. Ну, многие, на самом деле, в Телитоне так считают. Кроме Дмитрия Брагина и Кирилла Ладыгина. Да, у них там свои есть планы определенные. GT4. Салихов или Столяров, я надеюсь. А выиграет Ременяка. Салихов или Столяров. Ты слышишь этот гипноз? Мантры такие, да. Никаких Ременяка не будет. Никаких Ременяка не будет. Спасибо огромное. Ну что, у нас в гостях была Ирина Сидоркова. Ирина, спасибо, что пришла. Мы Ирину в гоночном комбинезоне и шлеме, и уже в таком, с таким боевым настроем, увидим в эти выходные на суперсовременной трассе Игора Драйв, куда мы вас всех и приглашаем. Пятый этап G-Drive СМП РСКГ состоится именно там, 10-11 сентября. Все подробности на сайте rskg.rf. С вами была Ирина Сидоркова и Денис Абасов. Увидимся.